оцениваем состояние колес то есть вы купили новый велосипед купили вы уж на велосипед вы купили любое колесо в магазине нужно проверить в каком состоянии втулки как это делается есть у колеса гайки то есть не самый эксцентрик не вот эта вот штучка которая сейчас двигается а вот здесь вот есть гаечка мы сняли колесо с велосипеда поставили его там на любую ровную поверхность и берем двумя руками можно одной рукой я сейчас одной рукой возьмем тоже мне неудобно берем вот за эту гайку то есть не вот за эту фиговинку а за гайку и начинаем крутить сначала быстро крутим потом начинаю крутить медленно как будто это у нас такой секретный замок от сейфа да и пытаемся найти щелчки мы крутим и вот в одном месте у нас щелкает то есть где-то повреждены либо конуса либо чашки у нас что такое втулка втулка это углубление колесе в нем катаются шарики в это эти шарики поддерживают конус то есть гайка такого конусного типа если это все покажу и где-то в каком-то месте у нас под закусывает значит либо есть повреждения либо просто под закусывать конуса нужно перебрать ослабить любом случае вот этот велосипед в ушной то здесь у нас грязи достаточно многое соответственно клиенту нужно предложить перебрать то есть там 300 200 400 рублей примерно будет стоить переборка плюс возможно замена вот здесь вот явно закусывает также переднее колесо то есть берем можно стоя на земле можно просто в воздухе берем за гайки раскручиваем его и пытаемся поймать этот момент закусывание то есть вот здесь вот прям явно я прям сразу чувствую щелчки с на об и вот здесь вот тоже щелчки то есть здесь как минимум в двух местах уже повреждения и там щелк 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 то есть когда крутишь он не плавно крутится в какой момент хоп и проваливается здесь вот это соответственно повреждение то есть нужно перебрать втулки поменять подшипники возможно возможно поменять конуса а если повреждены сами чашки нужно клиенту об этом сказать сделать фотографии что вот есть такое повреждение что в принципе на этом колесе можно ездить но недолго то есть может быть через месяц может быть через два все это развалится может быть через год моря сколько ездить смотря какой грязь и есть повреждение то есть либо мы меняем втулку то есть перспецовым колесо либо меняем колесо целиком либо перебираем Ставим новую смазку, и человек катается, но он предупрежден Также мы крутим колесо То есть раскрутили его двумя руками Смотрим, ровно ли у нас обод, не бьет ли он Есть ли восьмерка И смотрим сбоку То есть нет ли каких-то повреждений Не идет ли у нас колесо яйцом То есть оно не круглое, а овальное Если такие повреждения есть, то колесо надо протянуть И даже если колесо идеально ровное На новом, например, велосипеде То есть еще нагрузки не было Еще оно не успело деформироваться Все равно нужно подрогать спицы То есть вы берете вот так вот спицы Вот здесь вот очень туго То есть я не могу протянуть А соседняя слабее Вот эта вот слабее А вот эта вообще совсем слабая Соответственно, скорее всего, у нас спицы протянуты неровно Нужно поставить на станок И эти спицы вот здесь я вообще не могу сжать Да, а вот здесь в противоположной стороне Здесь точно слабо все протянуло О, вот здесь вообще болтается То есть есть какая-то перетянутость Скажем так То есть вот здесь вот вообще не удается сжать А вот здесь вот спицы ходят свободно Нужно, соответственно, колесо отдать мастеру Чтобы он посмотрел Возможно, измерил это специальным инструментом Танзиометр или танзиметр Это называется, у меня такого нету Я отдаю более профессиональным мастерам У которых есть более дорогие инструменты Потому что каждый специалист Специалист в своем деле Я просто механик Соответственно, отдаю мастеру Он все это проверит Он все это протянет И колесо прослужит намного дольше То есть при прыжке вот такое колесо Пусть оно новое, либо ушное Пусть оно даже ровное Но при прыжке с бордюра При ударе в какую-то яму Его может повести Оно станет не круглым, а овальным А если мастер его протянет Спицы будут натянуты одинаково ровно С одинаковой силой Насколько это возможно То это колесо будет служить дольше И меньше вероятность его повреждения То есть вероятность такая все равно есть Если очень сильно прыгнуть куда-нибудь Все равно его согнет Но оно будет ровно протянуто Прослужит дольше Точно так же за втулками То есть можно на этой втулке Которую закусывает Тоже ездить Без проблем Но она быстрее развалится Если поменять внутренности Поменять подшипник И поменять конуса То оно прослужит дольше Так, давайте расскажу Тогда про устройство втулки Так, у меня вот есть как раз образцы Сейчас я покажу Как устроена втулка внутри Для тех, кто не знает То есть у нас есть вот такая вот чашка По этой чашке внутри катаются шарики Вот здесь вот на чашке Видно, что эта чашка не идеальна Там немножко ржавчина Есть какие-то царапинки Соответственно, эта чашка уже плохая Вот здесь видите Вообще прям повреждение То есть эта втулка в плохом состоянии На ней можно ездить Но во время езды по ровному асфальту Вы будете чувствовать Такое ды-ды-ды-ды-ды То есть шарики катаются Не по идеальной ровной поверхности А по таким луночкам Кратерам Называется это кратер Или царапины Или какие-то углубления То есть эта втулка плохая На ней ездить можно То есть это бюджетная втулка Но будет не очень комфортно Плюс, возможно, протирание То есть видите Вот там вот в глубине Уже образовалась такая лунка То есть шарики катались И разбили внутреннюю часть втулки То есть они могут эту втулку Прогрызть Шарики катаются Металл выгрызают И чашка может провалиться внутрь Это плохо Потому что колесо может развалиться Во время езды То есть вот с этой стороны Все очень плохо То есть эта втулка уже непригодна Для эксплуатации Видите, там прям Пошли трещины, трещины, трещины А вот с этой стороны Более-менее То есть таких трещин нету И вот эта сторона еще может прослужить Скажем так Дальше То есть вот эта вот чашка Так называемая По этой чашке у нас катаются шарики Шарики бывают у нас просто Рассыпью То есть вот так вот они выглядят Смазываем смазкой Кладем Бывают такие же шарики в обоймах Сейчас я покажу Примерно То есть вот что-то типа вот такого Это отрулевой Других у меня сейчас под рукой нету Надо доставать То есть вот шарики вот в такой обойме Бывают просто рассыпью Бывают просто в обойме Рассыпью конечно лучше Потому что рассыпью таких шариков В эту чашку помещается больше И соответственно нагрузка Распределяется более равномерно То есть много шариков давит в много точек Когда шарики в обойме Между ними большое расстояние Шариков меньше Меньше точек Соприкосновения Нагрузка на каждый шарик больше То есть быстрее идет износ И дальше у нас идет ось На оси накручена вот такая гайка конусная Соответственно вот я сейчас возьму Какой-нибудь поприличней Вот видите здесь уже дорожка Тоже дорожка накатана То есть вот эта конусная гайка Давит на шарики Прижимает их туда вот в чашку Если вот такая дорожка уже появилась Это уже плохо Это значит что уже пошло повреждение И вот здесь вот видно Видите царапинки Это кратеры То есть вы когда едете право на асфальт Тык-тык-тык-тык-тык Звук такой издается Это значит что шарик попадает Вот в этот вот маленький дефект И быстрее убивает и в чашку и конус А вот с этой стороны Вообще все плохо Вон здесь видите сколько кратеров Здесь вот сбоку Вот То есть Очень быстро износилась втулка Было много грязи Конуса были не протянуты Неправильное Было Ну сделано прижатие скажем так Этого конуса к шарикам И очень быстро вот это все износилось То есть Вот в таком состоянии эксплуатировать Конечно втулку можно Но очень-очень-очень нежелательно Потому что происходит износ Вы едете куда-то У вас шарик Вместо того чтобы ровно кататься Бьется Между вот этими кратерами И кратерами на втулке Быстро все это разбивается И в любой момент Может втулка развалится Просто вы едете И велосипед развалился на ходу Поэтому такого состояния доводить нельзя Нужно постоянно проверять То есть пришли домой Сняли колесо Покрутили Если крутится плохо Закусывание Какие-то звуки Какие-то чувствуете что неровно То есть Ваш кодовый замок Вашего сейфа Работает плохо Отнести в матерскую Пусть вам сделают Переберут Все То есть это в принципе По колесам все По втулкам все